Я сейчас попробую понять, у кого здесь лучше. Так, 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 так. Ага, вот сейчас видно. Сейчас видно, но у черных большой перевес, друзья. Мне кажется, там пешка на G3 слишком слабая. Леша, бери пешку на G3. Хватай ее, цепляйся. Но он не торопится, он считает, что эта пешка сама собой пойдет. Тоже, кстати, можно. Вот отличный показ. Давайте эту картинку будем комментировать. 27 секунд у оппонента. 40 секунд, Е3. А если взять, тогда будет смертельная связка. Слон на C5, ладья на Е6. А вот теперь уже, если слон уходит, слон бьет G3. Можно бить. Слон бьет G3. Леша, хватай эту шашку. Хватай. Надо. Иначе король встанет на F3. Иначе тогда потом уже не съедим. Ну, а после съедения этой пешки, я думаю, что наш 4 тоже пойдет. Слон бьет G3. Слон бьет G3. Скандирует трибуны. И Алексей, немножечко подумав, съел ее. Молодец. Красавец. Ну, ход, на самом деле, элементарный. Простой. Не требует особенных раздумий. Да. Но он боялся продешевить. Так. Это, кажется, Ренат Джумабаев, да? Если я правильно понимаю. Да? По внешности. Я правильно понимаю. Это он, да? Так. Да. У нас много шахматистов. У нас много знакомых. Ладья B4. Вот видите, пытается Ренат к пешке B7 приставать. И, кстати, вполне успешно. Так что здесь еще борьба-то борьбы вагон. На ферзовом фланге, если ладья через поле B7 выйдет, еще многое может случиться. Алексею сейчас очень важно не терять голову. Очень важно сохранить действительно холодный такой математический склад мышления. Ну что, на E1 можно брать? Можно или нужно? Вот в чем вопрос. Сами понимаете, при любом ответе получается, что вроде бы надо, да? Ладья E4. Вы знаете, он идет на осложнение. Может быть, ладья через H4 пойдет на H2. Сыграно интересно, сыграно любопытно, да? Секундочек на часах остается все меньше. Так, взял на G3, король F3. Смотрите, зависает ладья-то. Ой-ой-ой, вот это мне не нравится. Алексей, мне кажется, это зевнул. Это неприятно. А секундочек все меньше. Видимо, E2 и на ладья E1 придется играть ладья G4. А как? Ну, не отдавать же коняшку. Ой, как неудачно. Ой, как неудачно сыграл. Сейчас и конь на F4 там шаг будет. И ладья возьмет на B7. В общем, ход ладья E4 это было горе от ума, дорогие зрители. Горе от ума слишком сложный ход. В цитноте нельзя играть настолько сложно. Надо действовать чуть-чуть попроще, понадежнее. Но это всегда со стороны очень легко давать такие советы. Но смотрите, отдал просто коня. Ой, как опасно. Сейчас может Алексей даже проиграть. Да что ж ты делаешь-то, Леша? Ну, ладья бьет B7 просто. Просто ладья бьет B7. У белых просто выиграно. Алексей уже все понимает. Видите, он так, ну, по телодвижениям. Понятно. Король F3 тоже, кстати, отличный ход. Не дает активизировать вражеские фигуры. Алексей падает время. На ровном месте он проиграл выигранную позицию. Друзья, ну просто нет хода. Просто нет хода. Ничего не поделаешь. Ладья H4. Да. Ну, здесь масса возможностей есть у белых. Ладья бьет B7, мне кажется, самое лучшее. Надо ладью включать в игру. Если белый подключит сейчас свою фактически лишнюю фигуру, то тогда никаких шансов не останется. Дело в том, что пешка на Е2 никуда не проходит. Ну, я не исключаю, что даже ход ладья бьет Е2. Выигрывает партию на ладья H3, король G2. Ну, вот именно так играет Джумабаев. Ну, просто отнимает у соперника единственный предмет для гордости. Да. Ладья H3, король G2. Ну, и все заканчивается. Заканчивается очень печально для российского гроссмейстера. Прославленного. Да. Ну, ничего не попишешь. Зевать в эту игру не рекомендуется, дорогие друзья. Ну, и все. Следующий ход ладья бьет B7. Можно с чистой совестью сдаваться. Ну, хорошо. Алексей еще немножко, конечно, здесь поиграет, посопротивляется. Ну, просто потому, что чрезвычайно обидно расставаться с этой партией. Взял на А5. Ну, что, король H4 можно сыграть. Попробовать съесть пешку на H5. Почему нет? Ладья B6 тоже отлично сыгран. Видите, пешка на F6 висит. Пешка на F6. А вот теперь можно ли брать ладья B6? Там ладья D5 последует. Ай-яй-яй. Ну, поэтому я бы взял конь B6. И потом вернул бы коня на D5. Конь бьет F6. Отличное решение. И у черных нет ни единого шанса. Еще что, конечно, трудно и печально для Алексея, то, что у соперника есть время. Конь C7 пошел куда-то. Джумабаев сыграл конь C7. Ну, наверное, пешку на H6 просто хочется съесть. И тогда просто провести... Провести свои пешки в ферзи. Конь бьет H6. И пешка C пошла. Да? Ну, вот смотрите, может какая-то острота-то начнется. Пешка F идет. Давайте смотрим. C5, F4, C6, F3, C7. Надо сдаться. C5 просто выигрывает партию. Но шахматисту... Шахматисту всегда хочется сыграть понадежнее, друзья мои. C5 просто выигрывает. C5, F4, C6, F3, C7. Да нет, не успевает. Да, вот видите, он тоже понял, что не надо скромничать. Надо играть агрессивно, быстро и жестко. Ну, вот увидите, у черных еще ладья на А3 застряла. Ей бы, конечно, куда-нибудь в район поля А1 и на С1 идти. Но сейчас уже поздно. Сейчас уже темп потерян. И никакого спасения нет и быть не может. У Рената 2,5 очка. Вот сейчас он выиграет. Будет 3,5 из 5. Это уже неплохая будет сумма очков. Ну, а Алексей Дреев, скорее всего, останется в таком печальном положении. Все, пешка идет на C7 автоматически. Ну, и никаких, наверное, матовых угроз для белого короля создать не удастся. Ну, представим себе. Ладья 1, король F3. Король F3 и попытка поставить мат наш 1. Ну, вы можете себе представить чувство нашего прославленного шахматиста. Переигрывал соперника, переигрывал. Уже начал съедать, начал собирать урожай. И потом, что называется, черт дернул его поставить эту ладью на Е4. Ну, хорошо. Поставил ладью на Е4. Зевнул этот выход короля на F3. Ну, поставил ладью на G4. Зачем коняшку-то отдавать? Целого, целого вкусного коня.